Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. С вами я, Юрий Гемефар. Сегодня четверг, 2 марта 2023 года, 373-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 6 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Мой друг и соведущий этой рубрики, сержант Сбройных Сил Украины Руслан Рогаванов, в настоящее время находится в служебной командировке. Мы понимаем, дела военные. Давайте пожелаем ему скорейшего возвращения, живым, здоровым, невредимым и, конечно же, с победой. Ну а сейчас мы приступаем к обзору новостей. Как сообщает издание Нью-Йорк Таймс, под угледаром была крупнейшая танковая битва после Второй мировой войны. И Россия ее проиграла просто ошеломительно, в результате чего было потеряно 130 танков и БТР. Поля буквально усеяны трупами россиян и обломками уничтоженной техники. И это трехнедельное наступление на угледар стало крупнейшим российским поражением. И, соответственно, сейчас уже становятся известны некоторые подробности. Также стало известно, что российские пропагандисты теперь заныли, что Россия теперь не защищена от беспилотников. Я прошу вашего внимания 2 минуты 2 секунды для того, чтобы вы убедились в этом нытье самостоятельно. Размеры нашего государства, они такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник прилететь. Дело даже не в Русте, а в преснопамятном. Ведь средства противовоздушной обороны, они имеют свои параметры по высоте, по дальности. То есть, в принципе, это такие вот круги, которые просто надо правильно расставить. Никто не говорит, что у них нет средств разведки. Мало того, на них и американцы работают, и натосы все работают, и они им эти сведения дают. Значит, в принципе, они примерно знают, где наше средство ПВО находится. И запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, огибая не только рельеф, но и обходя эти самые районы противовоздушной обороны, в принципе, вполне возможно. Мы должны это четко понимать, и они нам это показали. Теперь наш генеральный штаб вместе с командой НИВКС должен определенным образом задуматься. Но есть другая сторона медали. Понятно, что у нас средства, имеются военные средства противовоздушной обороны, они сосредоточены на прикрытии важных государственных военных объектов. Но у нас есть еще масса других важных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции всех мостей, мосты, путепроводы, заводы, можно долго их перечислять. Но, смотрите, ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые, в общем-то, производятся, и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе. В рамках не то, что там специальной военной операции, а просто противодействия терроризму. А как же Россия на это отвечает? А отвечает в своем известном репертуаре. Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Запорожью и снова опять-таки в жилой дом. То есть у России вырабатывает свой террористический почерк. Подло ночью из-под тяжка на ни в чем не повинных людей. Но этим уже никого не удивишь и отмороженностью россиян тоже. И это происходит не только в Украине, но и внутри России. В частности, вчера на стриме я уже упоминал про дочь Алексея Москалева, девочку Машу, шестиклассницу. Ее отца задержали за дискредитацию армии. А дочь Машу отправили в приют. При этом Алексея Москалева схватили по дороге на работе и показали дочке, что отца забирают. Ребят, вот одну минуту посмотрите, точнее послушайте, что говорит девочка. Он забрали его. А что, ты документы какие-то представили? Что ты сказал? Нет, просто... Сказали на выход, да? Да, он на работу пошел, потом опять пришел. Скажи, а как ты там ни руки не выкручивал, ничего никого уносили? Не было, все нормально? Нет. Но по имени не было тут, они зашли как-то. А тебе что сказали? Что сейчас опеку вызовут. Понятно. Ну, ладно, ты не переживай. В любом случае мы тебя не оставим. И такие дела, когда происходит просто такой беспредел за какие-то там лайки, комментарии, за рисунки, это, конечно, показатель всему тому, что происходит на самом деле. Если многие люди об этом сейчас пока не понимают, не видят, вот, это не значит, что этого нет. И это может случиться с каждым. С каждым из нас, с каждым из подростков, с каждым из молодых людей, которые там, ну, просто выскажут где-то свое мнение. Знаете, если перефразировать слова Карла Маркса о том, что нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист за 300% прибыли, я могу сказать, что нет такой мерзости, на которую не пошли бы расисты просто из каких-то вот чисто садистских побуждений. Знаете, я не могу реально понять, это вот каким надо быть нелюдем, для того, чтобы так поступать с девочкой из-за рисунка, нет войне. Ну, и в заключении информация о генералиссимусе тиктокных войск Доне Кадырове. По информации журналиста из Казахстана Азамата Майтанова, у Кадырова серьезные проблемы с почками. И к нему сейчас вылетел известный нефролог из Объединенных Арабских Эмиратов Есин Ибрагим Эль-Шахат. Сообщается, что это нефролог с 30-летним стажем. Представитель Ичкирийского кабмина в изгнания Ахмед Закаев, он утверждает, по его информации, Кадыров болен уже давно и стал наркозависимым, и употребляет определенные препараты, которые, так сказать, и привели вот к подобному виду. Но другие источники сообщают, что Кадыров, по их мнению, был отравлен, и это объясняет то, что главный тиктокер всей Руси московским медикам не доверяет. Но в любом случае, совершенно очевидно, что у Кадырова какие-то действительно серьезные проблемы со здоровьем, потому что он пропустил ежегодное послание Путина к Федеральному собранию 21 февраля текущего года. Тогда появилась информация, что он находится либо в Дубае, либо еще где-то, но во всяком случае, у него проблемы со здоровьем достаточно серьезные. Я показал несколько фотографий Кадырова в таком виде израильским медикам. Они сказали, ну, конечно, так ничего сказать невозможно, но, судя по всему, у человека серьезные проблемы с почками. Это, ну, это подчеркиваю, те, с кем я общался, медицинского обследования не проводили. Друзья, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал и помогает спецподразделению ХОРД и присылает средства по реквизитам в описании. Друзья, огромнейшее вам спасибо. Вы замечательные, вы огромные молодцы, но я прошу вас, помогите еще спецподразделению ХОРД для того, чтобы хлопцы могли наконец приобрести себе антидроновые ружья. Это необходимо для того, чтобы они вымели всю эту нечисть со своей территории. Они нас защищают. И поэтому я благодарю их. Спасибо вам, украинцы. Слава Украине! Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд и до встречи, друзья. До завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok